Приветище! Сегодня у нас новенькая игруха под названием King of Retail, что в переводе король розничных продаж. Суть в чем? Мы с тобой начинаем молодым студентом, сопляком у которого нет денег. Сейчас мы его с тобой создадим. Нет, у нас будет мальчик, мальчик. Посмотрим, что у нас тут по типу лица. У нас всего три типа лица, понятно. Значит выберем, ну нормально давай, вот это вот нормально, нулевое лицо, тип волос. Тоже три типа, нет, четыре типа волос. Давай выберем, лысина не подойдет, это слишком старый. Ну вот, вот это вот подойдет, ладно. Цвет волос. Тоже четыре. О, больше цвета волос. Ничего себе. Ну, поскольку мы молодой, седину у нас не должно быть. Вот такой вот цвет волос. Цвет глаз. Три типа цвета глаз, больше не существует по всей видимости. Ну давай, знаешь, вот такие вот оставим. Цвет кожи у нас будет чуть-чуть подзагорелый. Ну знаешь, мы типа недавно были в Египте. Отдыхали, загорали. Имя, как будут звать нашего студента. Ну давай, например, Гаген, Гаген, да, Гаген, Афгаген. Вот, вот так вот будут звать нашего чувачка. Гаген, Афгаген. Создаем. А теперь нам нужно выбрать, как мы будем играть. Можем начать сразу со своего магазина. Но мы же молодой сопляк. Какой нам новый магазин? То есть мы будем управлять своим собственным магазином. Ты прикинь, есть режим компания, где нам нужно будет заработать деньги на свой магазин. Работать на чужих дядек. Они будут нам платить гроши. Мы будем убиваться на этой работе. Но в конце концов сможем сколотить капитал, при помощи которого построим. Точнее купим свой собственный магазин. Мы его построим. И будем им управлять. Я думаю, вот это гораздо интереснее. Это прям жизненная ситуация. Итак, режим компания. Новая игра. Погнали. Сообщение из мэрии. Уважаемый торговец, мы слышали, что вы заинтересованы в создании собственной компании в нашем городе. Прежде чем вы сможете это сделать, вы должны прийти к нам и подготовить все самое необходимое. Мы также предлагаем советы для уверенного старта и предложения. Все понял. Окей, окей. Значит, мы с тобой живем в какой-то деревне. Видишь, тут кругом село, амбары, фермерство. Красиво тут, кстати. Вот тут уже что-то такое городское начинается. Давай всю карту посмотрим. Вот город. Вот он, какой большой город. Я хочу сюда. Я здесь хочу работать. Здесь у нас что? Это мэрия. Понятно. Аэропорт. Здесь тоже какой-то небольшой городок. Это что у нас? Городской университет. Пройдите курсы здесь и узнайте больше об этой игре. Нет, спасибо. Это, короче, типа обучение. Мы сделали его под видом университета. Ну что? Вот наша первая работенка. Доступный контракт. Биллс от Фитц. Площадь полевая 5 штук. Не знаю, что такое. Видимо, 5 квадратов. Значит, мы заработаем сотку за день. А это что у нас? Бонус за завершение. 500. 500 мы получим, если хорошо отработаем. Население очень низкое. Соответственно, проходимость никакую. Ну ладно, подписываем контракт. Поскольку у нас больше нигде нет предложений. Это единственная работа, которая нам подвернулась. Мы все-таки в деревне. Погнали. Заходим в этот магазинчик. И сейчас не очнется. Понесется наш с тобой бизнес. Бизнес. Вершина. Покорение этой вершины бизнесменовской. Для выполнения текущей контракта необходимо услышать 5 клиентов. Окей. Окей. Поздравляем с новым магазином. Это день перед открытием. А это значит, что у вас есть время, чтобы подготовить свой магазин к торжественному открытию. Да пофиг вообще. Так, а я не понял. Это точно мой магазин? Может быть я в кафешке буду работать? Почему он пустой? Я что, управляющим что ли нанялся? Походу я... Ну да, я типа управляющий. Походу мне еще и магазин открывать с нуля придется. Комната для персонала тут есть? Везде пусто что ли? А в складе что у нас? Пустота. Капец. Вот это меня наледок налили. Тут работа, непочатый край вообще. Ну ладно, это даже к лучшему. Мне все равно придется свой магазин с нуля открывать. Ну мы, кстати, вроде как в полях где-то были. Нахожусь я в городе. Как так вышло? Я думал, я буду в сельской местности где-то. Ну ладно. Начнем, короче. Подготовка к товарам. Купить палет. Не вопрос. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Вот эта камера, что это? Вид. От первого лица могу играть. Прикольно. Подарю, что? Переключение пользы с сельским интерфейсом. А, ясно. Можем его скрыть. Ага, понятно. Все, ладно. Дизайн и интерьер. Переходим. И вот тут можно купить палет, да, наверное? Вот, инвентарь. Витрины, мужская одежда, кассовые аппараты, склад, офис. Нам нужен склад. Нужны палеты. Пожалуйста, 500 долларов выкидывай и будет тебе палет. Грабеж посреди белого дня. Просто пару дощечек сколотить между собой. Это стоит 500 баксов. Дорогущее удовольствие. Ну ладно, покупаем. Покупаем 30 единиц. А, вместимость 30 единиц. Я думал, сразу 30-ку куплю. И что, куда я размещу? Прямо здесь? Нет, прямо здесь не получится. В комнату персонал? Нет. Походу для склада. Склад, да, пожалуйста. Склад можно. Значит, размещаем здесь палет. Отлично. Давай купим, наверное, еще палет. Хотя нет, магазинчик маленький. Зачем здесь покупать, да? Места все равно мало. Теперь нам нужен стеллаж. Оки-токи. Стеллажи. Вот, за тысячу. 5 тысяч есть. И 20 тысяч. А у меня сколько денег всего? 14 500. Это мне, наверное, директор этого магазина дал. У меня же у самого ни гроша нет. Ну, за пятерку, если возьму, он большой будет? Нет? Ну, такое. А если вот за тысячу? Да, за тысячу, да, возьмем. Вот так вот поставим его здесь. И все, ништяк. За тысячу готово. Теперь заказать товары нужно. Не проблема. Давай закажем. Что закажем? У нас есть товары мужская одежда. Длинный рукав. Короткий рукав. Оки. Значит, покупаем, чтобы купить. Вот, мне вот это вот нравится. Прикольный цвет. Куртки. Давай с футболок начнем. Футболки, они такие ходовые. С длинным рукавом. Белый цвет вообще он. Его чаще всего покупают. Так, можно еще черный. Белый, черный. Короткий рукав. Белый и черный, пожалуйста. Хотя это не совсем черный, это какой-то серый, да? Посколько? Ну, давай, наверное, пять таких. Пять таких. Пять таких. Вот. 700 долларов я за все отдам. Я думаю, что можно заказывать. Заказ размещен. Отлично. Тачка скоро приедет с заказом. А, надо запросить доставку. Вот, написано, запроси доставку. Доставка товара. Окей. Запрашиваю. Здравствуйте, я в пути с товаром, который вы заказали. Скоро увидимся. Окей. Эй-эй. Эй-эй. Есть кто? О! Он приехал. Как ты через меня прошел? Я тебя даже не видел. Где тачка? Ты как? Ты как прошел сюда? Вот этот чел нам доставил товар. Размещай здесь. Вот, да, вот, вот. Все, здесь стеллажи палец. Пожалуйста, раскидывай. Красавчик. Красавелла. Слушай, ну ты вообще, конечно, молодчик. Четыре коробки за раз притащил. Вожу, хотя, может, на чай дать? Блин, по сравнению с ним я вообще перегоревший, чувак. Ну, в смысле, загоревший. Чувак, это куда пошел? Выйти из игры. Не-не-не, я не хочу выходить. Я не хочу. Не, походу, дальше я не могу уйти за ним. Извини, чувак, я хотел тебя дальше проводить, но никак, походу. А что все ходят так в развалочку? Ну, видимо, это город успешный, поэтому все такие спокойные и в развалочку ходят. Итак, распаковать товар нам нужно. Распаковать. Вот, пожалуйста, распаковываем своими, своими, как это, королевскими. Это же King of Retail, да? Значит, своими королевскими ручонками распаковываем. Сейчас я свои ручки зафаку, придется потом на маникюр идти, наверное. Эх. Так, ну ничего, всякая жизнь бывает. Хочешь хорошую жизнь, придется потрудиться. Все, распаковали, покупка витрины для ваших товаров. Па-па-па-па-покупаем, па-па-пам. Значит, заказать товары. Ой, нет, не сюда, подождите минуточку. Дизайн, купить инвентарь. Вот, витрины. Мужская одежда, рубашка, длинные рукава. Сколько витрин, ты посмотри. Короче, мне понравилось вот это вот, на стенку повесить можно. Давай попробуем куда-нибудь ее шлепнуть. Учитывая, что у нас мало места. Ну, давай вот так вот шлепнем. Еще вот сюда. Вот, обычные, вот такие вот. За косарик вот сюда воткну. Давай вот так вот поставим ее по диагонали. Во, по красоте. Теперь нам нужно добавить товар в магазин. Не вопрос, сейчас добавим редактирование товара. Мужская одежда. Длинные рукава. Кидаем сюда. И черный тоже кидаем сюда. Все? Ага, вот добавить товар, пожалуйста. Вешаем, 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 вешаем. Как прикольно все так это. Прям реально вешаю одежду. Вот это симулятор. Как в реале. Значит, сюда мы повесим короткие. Вот такие вот короткие. Длинные и короткие в одном месте. Нормально пойдет. Есть. И вот сюда сейчас что-нибудь повесим. Что у меня там осталось-то? Длинные рукава есть? По два. Два. Ну и короткие давай. Вот, по два. Можно еще сюда повесить? Ячеек всего две. Поэтому больше мы сюда повесить не можем. Это опечаливает меня, конечно, конкретно. Может быть, еще все-таки повесить получится? Давай повесим. Добавить товар. Не, не могу больше. Ну капец. Ну что это, блин? Что это за лысая такая вешалка? Ладно, пойдет. Что теперь нужно? Обновите витрины вашего магазина. То есть, вот эту вывеску снять или что? Как это? Как это сделать? Может. А, вот, смотри. Во. То есть, я прямо сейчас на окна буду футболки вешать. Ну вот, у нас есть белые вот такие футболки. Что-то долго он там куролесит. Все это делает. Что у нас сейчас получится? Красивенько? О, нифига себе. Изменить цвет. Конечно, я хочу изменить. Какой? Давай зеленый. У меня футболка зеленая. Витрина зеленая. Да не, фигня смотрится. Не, давай пусть будет белая витрина. Ну да, пойдет. А здесь мы повесим. Мужскую рубашку с длинными. Я повесил. С короткими, но серую. Ее, повесили. Давай посмотрим, как это с улицы все. Ну, слушай, уже более-менее. Похоже что-то на магазин. Осталось только купить кассу. И открыть эту кассу. Значит, идем в магаз. Где кассовые аппараты. Вот они. Кассу можем купить. Нифига себе. Они тут есть какие здоровенные, огроменные. Ну, давай. 1500, 1500. Ну, я даже не знаю, какую взять-то. Ну, дай вот такую вот простенькую. Купить. Ставим ее вот здесь. Прямо у выхода. Вот так, ништяк. Касса имеется. Открыть кассу нужно. Открываем. Открыть кассу. О, там что-то написано. Добро пожаловать и что-то еще. Подожди, дай я посмотрю. Добро пожаловать Гаган. Ха, написано на кассе. Смотри, я залогинился. Гаган, добро пожаловать. Ха-ха. Забавно. Это моя касса, я ее крою. Так, купить компьютер. А, мы видели уже компы. Окей, компьютеры. Офис. Вот они, компьютеры. Что, только один монитор куплю, что ли? Тысячу баксов стоит. Как касса. О, вместе со столом. Ничего себе. Куда его можно воткнуть? Давай на склад поставим. А, не, борода. На склад нельзя. Ну, ладно. Персонал тогда. Да, сюда можно. Нет, так я вхожу и сразу будет виден компьютер. Так, неинтересно. Давай его вот к этой стеночке поставим. Давай. О, поставили компьютер. Что я с ним могу делать? Взаимодействовать как? Использовать. Вы не можете сделать этого сегодня. Почему сегодня я не могу? Ладно, завтра приду поборобить за компом. Поработать. Закончить день. А, наверное, вот это. Ну да, выйти из магазина. Все, ок. Выходим. Ежедневные выплаты. Аренда. О, с меня сняли аренду в 1300 долларов. Подожди, а разве я этим должен заниматься, а не директор магазина? Я всего лишь управляющий. Что за фигня? Почему с меня деньги сняли? Добро пожаловать в ваш офис. Так, ну это я не буду тебе ничего показывать, читать. Я тут уже побывал в этом офисе, прежде чем снимать обзорчик. Короче, смотри, по-быстренькому. Здесь у нас рекламка. Рекламкой сейчас мы пока не будем заниматься. То есть мы можем здесь заказать журнал. В каком журнале мы будем покупать рекламу. То есть охотники за ценами. Ну, скидочный всякий журнал. Модный приговор. Золотая монета. Простая жизнь. Мы тут выбираем, что хотим разместить. И какого формата. Например, формат А4. Или на всю обложку журнала. Вот так вот. Выбираем, что именно хотим разместить. Допустим. И для кого. Для пенсионеров, для студентов, экологов. Ну, то есть на кого будет направлена эта реклама. И что хотим разместить. Ну, вот, например, мужские рубашки. И вот так вот размещаем здесь. Их красивенько. Но этого делать я сегодня не буду. Потому что реклама нам сейчас не нужна. Хотя мы только открылись. Давай сделаем. Мы только открылись. Нам бы нужна реклама для хороших продаж. Давай, значит. Формат у нас будет маленький. А5. Охотники за ценами. Скидка. Скидка всегда привлекает всех людей. Все хотят сэкономить. Правильно? Значит, продавать мы будем мужские рубашки. Но те, которые у нас имеются. То есть вот такие вот рубашки с длинным рукавом. Пожалуйста. Размещаем. Здесь только надо побольше. Побольше сделать. Большой размер. Прям вот, чтобы вот так вот. Нельзя. Слишком большое. Поменьше. Среднее давай сделаем. Средненький пойдет. О, средненький пойдет. Пожалуйста. Все, разместили. Покупаем на сколько дней? На один или на два? Давай на один купим. Посмотрим, как пойдет. А там уже будем думать о продлении рекламного контракта. Все, купили. Соответственно, эффект рекламы 100%. Цена 358 долларов за одну рекламу, однодневку. Хорошо. Здесь у нас что? Здесь мы можем расширять свой магазин. Но поскольку это не мой магазин, расширять я его не буду. Это надо будет согласовать потом с директором. Тут у меня всякие документы, сохранение и выход из игры. Тут у меня то, что я потратил сегодня, за сегодняшний день. Дохода у нас нет. А, хотя смотри, ожидаемые средства. 753 доллара. Это, видимо, на завтра. Прогнозируемая прибыль минус 9246 долларов. Короче, мы пока что в минусе. Здесь у меня будет, у вас еще нет персонала. Тут буду расписывать по персоналам все. Вторник, среда. То есть, ну, сменный график работы, кто когда будет работать. Вот. Это мой компьютер. Там даже моя фоточка. Давай зайдем. На этом компьютере я могу заказывать товары. Ну, если мне не хочется работать в магазине, да, я в офис прихожу. И тут заказываю товары. Могу смотреть аналитику, клиентскую базу. У банка попросить деньги. Отправить кому-то почту. Пока что мне никто не пишет, типа, то, что ты успешный чел. Пойди к нам работать, и мы дадим тебе огромное количество бабок. Минимальное хранение. А, что-то на хранение можем отправить. Ну, короче, вот такой вот комп. Выходим отсюда. Здесь мы можем график работы магазина выставить. То есть, как он работает. Каждый день он может у нас, допустим, в воскресенье мы работаем. До шестнадцати. На час раньше все уходят. Да? Ну, вот. А так нормально. Оставить закрытым завтра. В смысле оставить закрытым? Не, завтра у нас рабочий день. Не надо ничего тут менять. Ну, в принципе, вроде бы все эти быстренько показал. Рассказал. А, вот тут вот еще что-то у нас есть. Календарь. То есть, смотри. Город живет, да, своей жизнью. И есть какие-то праздники. Например, какие-то достопримечательности для рабочей сегмента. А, рабочей сегмента. Кто этот график составлял? Уборщица, что ли? Группа туристов в количестве 20 человек посетит вас из рабочего сектора. Вот. То есть, я могу подготовить магазин для рабочих. Продажа от Casual Clouchers. Что это? Проводят распродажу. Три выбранные каких-то фигни на два дня. Непонятно. Ну, короче, если будет Новый год, я могу цены поднимать. И, соответственно, будут покупать. Вот. Все, что я хотел тебе сказать. Или если будет там какой-то праздник, когда все отдыхают, магазин не будет работать. Или еще что-то там такое. Соответственно, рекламу покупать этот день невыгодно. Итак, смотрим, что мы приобрели за этот день. А нифига. Ноль. Очко. Как говорят в играх про очко. Выйти в город могу или перейти в магазин. Давай в магаз вернемся. Посмотрим на свой шедевр. Короче, смотри. Сейчас 8 утра. Я всегда в магаз прихожу за час до его открытия. Открывается он в 9. Если бы я поставил открытие в 8 часов, то, соответственно, я бы пришел сюда в 7 утра. И ухожу я тоже после закрытия, соответственно, через час. Если магазин закрывается в 9, то уйду я отсюда в 10. Ну, вот такие вот правила. Такие правила. А, и, кстати, магазин может работать у меня с 2 ночи до 22. Это график город установил. То есть это вот максималочка. 24 часа я работать не могу. Так что вот так вот. Так что вот так. Народ идет. Идет здорово. Вы ко мне в магазин? Да, я вам даже двери подержу. Заходите. Заходите, пожалуйста. Не проходите. О, да-да-да-да. Заходите. Ну, что ты так прям шел ко мне в магазин, но не зашел. Сколько народу-то пошел-то посмотри. И что? Что-то все такие крутые. Ну, что ты не зашел ко мне в магазин? Ты прям сюда заглядывал. Ты хотел. Капец. А что вы такие модные? Вы тоже на работу пошли? Открыто. Магазин сегодня открыт. А, ну точно, блин. Я же за час пришел, блин. Вот сейчас только 9 утра, и магазин открылся. Все, а теперь ко мне должны припосетители заходить. Ускорим время. Быстрая скорость. Смотри, как они побежали. Ой, я тоже бегаю. Очень быстро бегаю. Офигенно. Так, ладно. Ставим обычный режим. Ребята, я подержу двери. Заходите в мой магаз. Заходите. Пожалуйста. Welcome. Добро пожаловать. Дама, что ты остановишь? Что, ты не разбираешься, что это за магазин? Заходи, пожалуйста. Тебе выйти надо? О, выйти поговорить. Я раньше не видел этот магазин. Что вы предлагаете? Мужские рубашки? У нас есть широкий выбор мужских рубашек. Меня это не интересует на данный момент. Ну, действительно. Зачем тебе мужские рубашки? Предложить клиенту выбранную категорию. Спросить о желаемом. Что клиент хочет. У нас есть широкий... Ей это неинтересно. Ладно. Предложить что-нибудь другое. Например, повысить удовлетворенность клиента. Никому ни слова. Ого. Шанс на успех вообще маленький. Обнулить. Короче, все. Давай, прощай. Я не буду с тобой ничего. Никакой диалог вести. О, ко мне первый посетитель пришел. Короче, тетка ушла недовольна. Потому что я продаю только в основном мужские рубашки. А я могу заказать женские рубашки? Заказать? Не, мой магазин чисто мужской одежды. Вот так-то. Чел, давай, выбирай. Выбирай футболочку. Выбирайте, заходите, проходите. Мужик что-то хочет. Давай, поболтаем. Я раньше не видел. Мы предлагаем мужские рубашки. Опять тот же диалог. Если увижу идеал, то могу купить. Так заходи. Заходи. Давай, проходи. Начать разговор. Увеличить потребность клиента. Что мы можем? Идеальный для вас. Улучшить. Что-то у нас шансы все уменьшаются. И уменьшается продолжить. Закончить разговор счастья. О, он зайдет. Он сейчас... Клиент ушел необслуженный, блин. Давай, 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 давай. Заговорился, заболтался там с тем чуваком. 120 долларов. Мои первые 120 долларов, которые я продал сегодня. Точнее, приобрел. Продал футболку и получил 120 долларов. Офигенно. Чувак, тебе что, консультация нужна? Что вы можете сказать о своем ассортименте? Да просто рубашки. Ну что, ты сам не видишь? Предложить клиенту. Все, завершаем диалог. Мне с тобой болтать негде. Он довольный. Смотри, вот тут рубашечку одну купили. Круто. Ну давайте, давайте. Уже... Уже почти обед. 12... Полдвенадцатого. Пора бы уже и скупать все. Просыпаться и идти в магазин. Женщина что-то хочет. Нет, к женщине я больше не подойду. Мужик что-то хочет. Вот, сейчас подожди. Я вот этого обслужу клиента. Тык, тык, тык. Своими культяпками там тыкаю по кассе. Что-то долго. Он что, несколько футболок купил, что ли? 330! Он две футболки купил. Офигеть. Женщина ушла недовольная, потому что я ее не обслужу. Но я не успеваю. Я не могу разорваться просто. Моя зеленая футболочка уже вспотела. Ребят, заходите в гости. Ладно, давай поболтаем. Рубашки я предлагаю. Каждый хочет спросить, что же я предлагаю. Заходи. Повысить удовлетворенность. Улучшить. Что-то, нет, уменьшается все, когда я повышаю удовлетворенность клиента. О, он зайдет, он зайдет. Красава, поболтал. А, нет, он, прикинь, он только хотел зайти и что-то развернулся и ушел. Ну вот. Женщина, проходите. Купите для своего мужа или для своего ребенка футболку, пожалуйста. А ты что стоишь? Давай, заходи. Вот мне не нравится, когда они тут у магазина трутся и что-то хотят. Я должен выходить, болтать. Женщина идет на кассу. Блин. Мужик, давай, заходи. Меня там ждут. Ништяк, проходи, 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 проходи. Красава. А, нет, он опять, смотри, только хотел зайти и ушел, развернулся. Ну что, чувачок, давай, проходи. У тебя черное. У меня тоже черное есть. Вот последнее осталось. Скупай. Скупай черную футболочку. С коротким рукавом. Нет, он меня послал. Женщина, иди отсюда. Не нервируй меня, пожалуйста. Не нервируй. Смотри, я к ней не подошел. А, я думал, она зайдет. Но нифига, борода. Она меня обломала. Вот какие они гады, а? Эти прохожие. О, на кассу идет. На кассу. Давай. Еееет, смотри-ка. Сообщение от совета директоров. Поздравляем. Вы выполнили условия нашего соглашения. И мы очень довольны вашей работой. Мы благодарим вас за сотрудничество. И хорошо выполненную работу. Мы также надеемся увидеть вас снова в будущем. То есть, я настолько крутой управленец, что меня совет директоров поздравил. И, соответственно, выписал премию. Сколько у меня денег? 600 долларов? 600 долларов. Я снова бомжую. Как говорится, они обещали мне 600 долларов. То есть, сотку за день работы. Ну, подожди, я же, по-моему, два дня поработал. Они меня на сотку кинули. И 500 долларов премия. То есть, сотка и 500, 600, правильно? Ну, что? Создайте прочную финансовую основу. Новое задание. Основать компанию. Получить главный офис. Ну, надо сперва финансовую основу основать, да? А для этого нужно работать. Работу мне больше никто не предлагает. Кроме как вот в этих ларьках-морьках. Уже не в селе, да? Не на ферме где-то вот здесь вот. А почти в городе. Или это промышленность? А, это в промышленной зоне мы где-то. Тут у нас, в основном, получается, будут рабочие. Окей. Смотри, уже 500 долларов в день. И премия 5000. Неплохо. Население очень низкое. Что тут? О, можно посмотреть, что за население. Ну, тут рабочие, да. Очень большая часть рабочих. Соответственно, рекламу тут выгоднее размещать для рабочих. Все. Идем. Подписали контракт. Я согласен. Идем работать. Больше мне опять никто не предлагает других вариантов. Идем по течению. Для выполнения текущего контракта необходимо... Смотри, что. Достигнуть товарооборота не менее 10 тысяч долларов. Прилично будет. Поздравляем с новым магазином. Этот день перед открытием... А, та же самая Лубада. Лубада, Лубада. Он и Будгет. Будгет. Ну и название. У него тут уже на витринах, смотри. Скидки есть. Ух ты. А здесь уже поработали, я вижу. Чё, персональный. Комп есть. Как здесь прикольно. Слушай, а мне тут больше нравится. Мне тут уже ничего выставлять не на... Палеты есть. Стеллажи есть. Уже какой-то товар есть. Что тут? О, сандалии, кроссовки, футболки, какие-то куртки. Мне осталось только это всё развесить здесь. Ну давай это быстренько разместим. Мужская одежда, рубашки. Длинные. Давай сюда вот эти вот длинные. Смотри, на этот стеллаж можно уже по четыре предмета выкидывать. Так, вот это вот. Короткие давай сюда разместим. Во! Вот это я понимаю. Добавить. Смотри, как классные тут витрины. Короче, всё, я тут развесил. Вот так вот всё это выглядит. Смотрится неплохо. Сюда, по всей видимости, обувь я могу ставить, да? Там же у нас есть кроссовки. Да, сюда только обувь. Обувь повседневная. Выкидываем. Кроссовки. Ну, в смысле не выкидываем, а выкладываем на витрины. Стильные, спортивные. У меня ничего такого нет. Всё. Выставляй. Сандалеты, кроссовки. Надо было ещё одну витрину для обуви. Но ничего. Выставили. И сюда сейчас тоже выставим одежду. Рубашки, длинные рукава. А, всё, у меня всё кончилось. У меня склад пустой. Пойдём посмотрим. Ну да, точно. Надо товар будет заказать. Купить палет, купить стеллаж. Зачем? У меня тут уже всё куплено. Ну ладно, раз задание требует, значит купим. Как-то неграмотно тут всё организовали. Пространство это. Значит, палет будет вот тут стоять. Вот таким вот образом. И это так же переместим. Во. Смотри как. И места побольше. И подойти сюда теперь можно спокойно. Заказать товары. Это, по всей видимости, совет директоров мне задачи даёт. И я вот их выполняю. Заказать товары. Хорошо. Давай посмотрим. Ну, как мы поняли, мы не только рубашками в этом магазине можем торговать. Заказать товары. А, ну всё равно мужская одежда. Женщины идут дальше. Дальше. В другие магазины. Повседневная. Сколько тут обуви. Какой выбор. Тапочки по сотке стоят. Вот такие вот бутсы уже 140. 120. Ну слушай, тут в основном рабочие. И я думаю, что слишком дорогую обувь тут нет смысла выставлять. Давай вот сандалии, например. Сандалии 140 стоят. Офигеть, да? Как бутсы. Тапочки. 170. 170 тапочки. Вот такие покупаем. Штучек 10. Нет, нет, нет. Давай 5. И кроссовочки какие-нибудь возьмём. Где эти кроссовки? Кроссовки. Вот, пожалуйста. Любые на выбор. Это какие-то детские вообще. Вот, за 170 мне вот эти нравятся. Вот эти вот тоже 5 штук возьмём. Ну и... Что ещё? Стильные? Давай посмотрим. Стильные нам, в принципе, не нужны. Для рабочих стиль не так и важен. Смотря какие рабочие. Может быть, это директора какие-нибудь, да? Бутсы. Ну, спорт. Спорт в промышленной зоне. Какое тут может быть? Я не думаю, что тут у них куча площадок спортивных. Поэтому... Актив лайф. Вот такие вот ещё возьмём. 5 штук. Всё. Покупаем. Название заказа. Ну, блин, заказ. Заказ 1. Вот так вот. Всё. Заказать товар. Заказ размещен. Отлично. Купить палет. Запросить доставку. Пожалуйста. Запрашиваем. Прежде чем открываться, заказываем товар. Доставщик в пути. Отлично. Теперь. Распаковка товара. Покупка витрин для ваших товаров. А, ну так витрины, да. Надо витрины же ещё разместить. Как и в прошлый магазин. Не вопрос. Где тачка? Ха, чувак тащит на своих двух. На ногах и руках. На своих двух. Всё это тарабанит. Сюда. Я думал, ты на грузовике подъедешь. А он вон как. Пожалуйста, заходи. Это, по-моему, тот же чувак, который мне и в тот магазин таскал. Один доставщик на весь город. На весь район. Ну всё, раскладывай. Я проконтролирую, чтобы всё было ок. Кстати, ты заметил, что у меня фирменная оранжевая рубашка? По стиле этого магазина. У него тут вывеска такая жёлтая, но футболка у меня не жёлтая. Нифига, оранжевая. Видимо, директор любит апельсины, мандарины и всё оранжевое. Распаковываем. Хватит болтать. Надо работать. 10, 11. Пойти кофе, что ли, попить пока? А нет, уже всё. Уже всё. Распаковал. Красава. Покупка витрины. Ну, значит, нам нужно ещё одну витрину для обуви. Раз мы обувь купили. Правильно же? Кассовый аппарат нам пока не нужны же. Она у нас вон там касса огромная есть, красивая. Так, я что-то не туда залез. Одежда. О, да, мне витрина же нужна. Всё, я правильно делал. Что-то сбился. Обувь. То есть, витрины, любые витрины тут подходят для любого вида обуви. Поэтому покупаем, наверное, вот такую вот за 2000. Да, может, что подешевле? Что это я так... Во, вот такую вот. Давай стенку возьмём. Вот такую стенку и поставим её здесь. Прикольно же смотрится. Прикольно. Размещаем. Здесь у нас будет всё вообще, всё. И тапки, и кроссовки. Блин, на другие кроссовки не хватило места. Ну, ладно. Почему вот эта кнопка не работает? Мне нужно выходить и вот так вот нажимать. Куча действий надо сделать, чтобы разместить товар на полках. Это капец. Пожалуйста. Тапки с кроссовками. То же надо. Обновите витрины вашего магазина. А вот сюда мы поставим, соответственно, мужскую одежду в виде обуви. Где там у нас кроссовки? Какие мы кроссовки? Вот такие кроссовки мы продаём. Я не хочу обманывать своих клиентов, чтобы они смотрели на витрину и думали, О, у него крутая одежда, у него крутые кроссовки. Я хочу зайти и купить их. Он заходит в магазин, а такие кроссовки не продаются. Это ж кидало. Вот, вроде смотрится неплохо. Теперь рубашки вот такие фиолетовые. Точнее, это куртки. Мужская одежда, рубашки, короткие рукава, длинные рукава. Где? Где куртки? Ну, вот такого типа, да? Вот такая вот у нас точно есть. Вон, розовая. Всё, ништяк. Купить кассу зачем? У меня же касса стоит, нафига? Ладно, открыть кассу, купить компьютер. Ещё компьютер купить? На кой чёрт, ещё один компьютер? Может, у меня тут работник появится? И куда я здесь этот компьютер воткну, если у меня уже есть компьютер? Могу сюда зайти, нет? О, могу, смотри. Что тут? Пенсионер, фермер, маркетинг. На рабочих, на рабочих у нас направление. Добавить. Осталось слов 200. В смысле, что это такое? Вот это что? Чем больше заполнена полоса, тем выше вероятность того, что пользователь прочитает сообщение. Чем зеленее полоса, тем шире аудитория может охватить публикация. Угу. Золотая область. Так, ладно, я сюда потом ещё вернусь. Почитаю и пойму, что да как. Кассу можно, в принципе, открыть. Открываем кассу. Ладно, вот так вот кассу размещаем. Вот, тут вот ей норм. Ага. Касса есть. Её тоже откроем. Открыть кассу. На всех кассах одно имя. Гаген, Гоген. Гаген, Гоген. Так, теперь купить компьютер. Блин, зачем всё? Не понимаю. Ну ладно, что директора сказали, то и делаем. Купить инвентарь. Вот он компик. Всё равно деньги не свои я уже трачу. Осталось только понять, как это всё дело разместить тут. Это, конечно, вообще. Это, конечно, вообще. Ну чё, я не знаю. Давай мы этот продадим комп тогда. Подожди. Вот этот вот мы продадим. Утубра. Ноль. Я... Я... Ну как так? Я продал его. Я просто утилизировал его, по-моему, на склад. Надеюсь, что я утилизировал его на склад. Есть хранение? Тут управление вывесками. Ладно, пофиг. Покупаем комп. Всё, поставили. Комп у нас есть. Закончить день. Окей. Выходим. Давай пока. Может, я работников сейчас найму? Аренда. 1685. Средства. У-у-у. У меня всего 2400 осталось. Офигеть, как мало. Ну чё, есть у меня кто по собеседованию? Нет, на собеседование никто не приходит. Вот за этим столом у нас проходит собеседование. Но, к сожалению, никто не приходит. Так, что у нас там за праздники какие? Завтра у нас будет вторник, январь 2-го числа. Продажа causal clotures. Это неинтересно пока. Чё по рекламе? Ну давай дадим рекламочку. Можем дать три объявления. Соответственно, охотники за ценами. Это в рабочем сегменте нам пригодится. Рубашки. Давай просто разместим рекламу для рабочей отрасли. Вот так вот размещаем. Пожалуйста. Всё нормально. На один день купить. О, тут реклама тоже подороже. Смотри, 441 доллар. Там было 300, а тут 441. Купим ещё одну, может быть, рекламу. Мужская обувь. У нас продаётся отличная мужская обувь. Правда, не такая. Ну да пофиг. Нам же нужно заманить народ, правильно? Простая жизнь. Вот то, что нужно. Подходит. Покупаем и всё. Больше на рекламу я тратиться не буду. В принципе, в принципе, всё ок. Мы можем отсюда сваливать. График работы у нас с 9 до 17 каждый день. Нормально, пойдёт. Блин, ну когда же ко мне придёт кто-нибудь на собеседование, а? А ещё мне интересно, зачем вот эта ниша? Для кого она сделана? Там дверь в Нарнию, что ли, когда-то открывается. Ладно, всё, выходим и пошли. На работу. Финальные выплаты. Процент. 2 процента. Ммм, неплохо. Данный магазин. С ума на... Фигня какая-то. Ну, короче, опять нифига мы не получили. Переходим в магазин. И начинаем сразу продавать. Зачем выходить в город, я не понимаю, конечно. Так. Сколько у нас? 8 утра. Ждём посетителей. Нам нужно сделать с тобой 10 тысяч долларов. Вот. Сюда мы разместим ещё оставшуюся... А что, у меня обуви больше нет? У меня всё на складах пусто. Почему у меня витрина пустая? Есть у меня... А что тут? Вот кроссовки. А-а-а, блин. Подожди, давай закажем, закажем. Мы успеем же заказать? Мужская одежда. Нам нужны рубашки, куртки. Всё нам нужно. И побольше. Да? Купили? Открыто. Магазин открыт. А доставку можно органить? Да что ж такое-то? Давай покупай. А, средств недостаточно. Ладно, тогда на одну рубашку меньше. Доставка 244. Блин, надо тогда что-то продать. В этот раз доставка была платная. Слушай, а если я сейчас неграмотно организую всё, то я могу пролететь и не заработать 10 тысяч долларов. И не будет у меня премий. О, капец. Заходите, ребят, заходите. Заходите. Я, кстати, понял. Первый день, это у нас день, знаешь, знакомства с магазином, размещения там витрин, товаров и прочее, прочее. Это не рабочий день. Он не считается за рабочий. А вот рабочий это сейчас. Так. Дамы смотрят кроссовки. Кстати, обувь тут есть. Как бы различие между женской и мужской. Она взяла обувь. Надеюсь, тут нет воров. А если есть, то у меня нифига нет против них. Женщина идёт к кассе. И к другой кассе мужик идёт. Пробиваем. Мне нужен кассир. Ну хорошо, что есть две кассы. Так. Первые бабки. О, ништяк. Она купила... А чё, она несколько кроссовок купила? Ну не, не знаю. Ну короче, мы можем теперь уже доставку заказать. Отлично. Ждём доставку. О, доставщик. Тащит, тарабанит коробочку. Заходите, пожалуйста, на склад. Раскидывайте всё здесь. Побыстрее, пожалуйста. Побыстрее. Ну же. Молодчик. Молодчик. Красавчик. Размещаем здесь всё. Пока нет никого на кассе. Рубашечки. Длинные, короткие. Почему я сюда не могу? В смысле у меня нифига нет? Как так? А, я их не распаковал же. Поторопился. Пробиваем даме. А чё она купила? 310. Наверное, футболку какую-то купила. Идём на склад, распаковываем всё это дело. Хорошо, что там на входе в магазин пиликают всякие штуки. Типа что, посетитель зашёл в магазин. Обратите на это внимание. Чёрт возьми. Пока я распакую тут все эти рубашки. Куртки. Там уже сто посетителей мимо пройдёт. Да? А, никого и нет. Мужские рубашки. Размещаем. Можно было ещё что-то... А, у меня же денег не было. Hey, have a minute. Hey, have a minute. Вы можете уделить мне минутку, она говорит. Сейчас я подойду. Видишь, я занят. Я работаю, я здесь один. Мужик на кассу идёт. Ладно, сперва кассу пробьём. Тётка, прости. Нет времени. Вообще нет времени. Может, ты успеёшь к ней подлететь? А, чёрт не успел к ней подлететь. Женщина, подожди. Я тебя на улице остановлю. Нет, нет, не уходи. Ну, да. Ладно. Шладок ушла. Что теперь? Не буду ж я бегать за ней? Проходите, пожалуйста. Смотрите, у нас тут большой ассортимент. Большой выбор. О, да. Как мне нравится вся эта движуха здесь. Побольше бы посетителей. И был бы вообще огонь. Так, чё ты смотришь? Заходи. Не думай. Просто заходи и смотри. Чё-то он даже не подошёл сюда. Ну, что тебе нужно? Чем вы торгуете? Обувь у меня есть. Я могла бы взглянуть на это. Так, пожалуйста. Заходите. Увеличить потребность клиента. Повысить удовлетворённость клиента. Всё. Заходите. Отлично. Она сейчас зайдёт, наверное. Да? Да! Я её болтал зайти. Ништяк. Тапки берёт, чувак. Он взял тапочки. Сейчас посмотрим, за сколько мы их продадим. А женщина взяла обувь. Ну. Может ещё часы футболку возьмёт? Это будет вообще роскошно. Продажник просто от бога. Женщина хочет, чтобы я к ней подошёл. Сейчас, минуточку, мадам. Минуточку. Я ещё вот эту персону обслужу. Она сюда идёт на кассу. Куда ты идёшь мимо кассы-то? Вот. Обслуживаем. Сейчас я бегу, мэдмазель. Я уже у ваших ног, блин, она ушла. Чёрт подери. Чёрт подери. Так. Ну, косарик я уже заработал. Мне осталось ещё 9 косариков заработать, чтобы мне дали премию. Надеюсь, что всё окупится. А времени-то мало. Давай ускорим процесс. Ускорим процесс. У нас уже первая половина дня прошла. Продажи, ну, так себе идут. Походу, десятку я за день сегодня не сделаю 100%. Может быть, за несколько дней. Ребята, давайте, давайте, давайте. Покупайте что-нибудь. Вот. В ускоренном темпе процесс пошёл. Правда, там кто-то хочет в консультации. Но, видишь, разорваться, как я уже ранее говорил, не могу. Чё-то пошла торговля-то. Пошла после обеда. От кассы к кассе бегаю. Ещё. Пожалуйста. Так, у нас там полка с обувью уже почти пустует. Там пару тапок осталось. Может, заполним? Подожди, надо время остановить. А, если я так сделаю, то это совсем прямо остановится время. Сейчас я понял. На кассе никого нету. Добавить товар могу. Магазин закроется через... Сколько там у меня стояло? В 9 вечера? Или... Или в 18? А, нет. В 17 он у меня закроется. То есть через 5 минут он закроется уже. Через 5 секунд. Да, время закрыто. Ну что, это мой второй магазин. В первый день мы не уложились. Ну, 10 тысяч долларов всё-таки заработать за день это довольно сложно. Так что я надеюсь, что мы заработаем в следующие дни. Если тебе понравилась эта игру, то не забывай ставить лайки под ней, чтобы голосовать за продолжение и прохождение. И также подпишись, если ты ещё не подписан, чтобы не пропустить следующие видосы. А увидимся мы именно на них. Так что до встречи.